Холодная война, это не заправляемся на церкви. Горячая, это когда мы выходим с протестными акциями к определенным институтам власти, например, Рейлс. Почему сегодня мы потребуем 14 февраля в 12.00 оставки Рейлса? Потому что он мог остановить реформы Рейзницы. Он мог сделать так, что с 2020 года не было еще одного повышения акции налога. Но он этого не сделал. Почему не сделал? Потому что он не хотел конфликтов с крупными системами, не хотел на себя давления. Ну а зачем нам, как народу, нужны чиновники, которые не хотят на себя давления? Тогда ничего не поменяется. У нас был в студии человек, которого исключили из Вен, бывший министр транспорта Андрей Сматрис. Он вообще не понимает, с точки зрения бизнеса, тех же фур и тех же перевозчиков, сейчас все... Там еще несколько проблем есть. Вот сейчас основные перевозчики будут заправляться в Литве, в Польше, в Германии. Потому что там ниже цены. Не просто ниже, а просто катастрофически ниже. Реально ниже, ниже на 20 центов. 1 евро, это стандартная цена 1 евро в Литве. Это стандартная, это еще без скидок. В Германии то же самое, 1 евро. Без скидок, без скидок. А представь, какие еще скидки дают корпорации тем, кто закупает, ну вот как фуры, например, очень много в месяц. Еще дополнительные скидки, еще центиков 10 вниз. Итого по 0,9 закупают. А у нас, вот сейчас как собаке кость бросила в Несто и сделала на одной заправке 1,13. А знаете, почему они делают 1,13? Потому что по еврозаконодательству они не имеют права держать такие высокие цены. Европа тоже не глупая и чиновники тоже не глупые. Они заложили, что это стратегический продукт и не имеют права заправочные сети просто безосновательно повышать цены. Не имеют права. Вот на 4 цента имеют права повысить, если государство повысило акции, а больше нет. Они на 15. А как они это делают? Они обязаны отчитываться еврокомиссии за свои цены. И вот они на одной заправке сделали 1,13 и отчитались по этой заправке. Потому что закрепление тоже несовершенно и даже во всей Европе. Они просто унижают нас, они просто оббирают, обворовывают, грубо обворовывают нас. Больше ничего. И здесь единственное это просто не быть рабами этой системы. Потому что система очень простая. В системе там сидят, сидят вот те же рельсы, сидят и смотрят. Смотрят на сколько пришло. Пришло 5 человек. Ха-ха. Значит все остальные довольны. Поимеем-ка мы их еще разочек. Да? Ну в хорошем смысле поимеем естественно. Ну они это получат, что значит довольны? Они получат дыру в бюджете. Потому что реально люди, которые работают в этой отрасли, ну они пойдут заправляться в другие республики и все. Не совсем так, Ярис. Не совсем так. Дело в том, что это не настолько, это не настолько такой управляемый инструмент. Есть статистическое агентство, которое посчитало и каждый месяц считает сколько мы заправляемся. И если мы заправляемся столько же, сколько в прошлом месяце и падения нет, а значит это наша реакция на то, на эти реформы. То есть условно говоря, если все не поедут в Литву заправляться, а это тяжело просто. Мы же не рождены для того, чтобы мотаться до Литвы и обратно, чтобы заправить бак бензина. Ну это нерационально, это транспорт. Да? Поэтому они смотрят, ага, все все равно покупают в Латвии. Не падает статистика. Единственное, в 2018 году в октябре на 0,4% упало потребление топлива. Да? А так оно, потому что всем нужно ездить, но мы не можем жить бензином. Но мы не можем так больше жить. Потому что нас щемят по всем вопросам, как народ. И понятно, что сегодня политики это тряпки, которые ничего не решают. Вообще ничего. Ну, значит нужно общественное движение создавать и выходить и отставить свои правила. Это наше государство, это моя земля. Вот эти иностранцы, которые мне повышают цены, они здесь никто. Мне лично не нужен мультикультурализм и все остальное. Мне сначала нужно, чтобы... Это дает и, которая уже подала в отставку, это совет по конкуренции. Она, в принципе, говорила, что у нас по всем отраслям идут картели. Ну, то есть и тут картель в топливе, и в других местах картели, и всюду у нас картель. А что она не борется? Что она только говорит? Она написала, что она уходит, она не может просто бороться с системой. Она системой не может бороться. Она не может с системой бороться. Хорошо, пусть она тогда присоединяется к народной борьбе. Завтра выходит на пикет. 14 февраля выходит на пикет. Это не просто пикет, поймите. Это мы показываем, что мы не боимся. Вот если я мужчина, я выхожу к министре финансов и говорю, вот он я, и я против вас. Я против таких, как вы. И это нормальный поступок, и любой мужчина должен так сделать. Потому что если он не выходит, он не то, что мне все равно. Нет, он просто трус. Он просто не понимает, что страна ему принадлежит. И он боится туда выйти. Боится, потому что, а что он мне посмотрит? Не посмотрят на тебя плохо. Ничего тебе не сделают. Ничего не сделают, потому что они никаких нет. Простой пример вот сейчас был. ПВД. ПВД, после того, как, значит, один предприниматель, его ПВД штрафует. Он говорит, это незаконно. Они говорят, нам все равно, вот те штрафы иди плати. Ну, приехали туда с камерами. Ничего от них добиться не может. Но, по крайней мере, мы показали, что они абсолютно бестолковые, абсолютно вот. Они считают, что эти налоги, это их собственная прибыль. Они как предприниматели в государстве. А, значит, ну, выходят, смотрят, а их машины стоят на тротуаре. У всех. Там у них мало места и на парковке стоят. Что сделали? Вызвали полицию самоуправления. Полиция самоуправления приехала, увидела, что это ПВД развела руками. Они все разъехались. Мы же подождали. Снова этот вызвали. В конце концов, наконец-то было заведено административное дело на сотрудников ПВД за неправильную парковку. Вот. И это дело доведут до конца. То есть, еще раз говорю, власть – это я. Понимаете, власть – это каждый человек, который заявляет, что он власть на своей земле. Понимаете, вы должны такое мышление и иметь в своей голове. Власть – это я. Будет так. То есть, будет по справедливости. Если закон, он должен быть для всех работать. Не только для простых смертных, но и для сотрудников ПВД. Потому что, по факту, любой полиции самоуправления приехал, увидел, что не там. Смотри, что он сделал. Выписал горчичник, верно? А им не выписывают. Даже с третьего раза не выписывают. Понимаешь? Да. Но, все равно, если мы настаиваем… Видишь, взяли и… Второй пример тебе. Второй пример. Я наивный когда был. Да. Хотел посмотреть, как устроена политика, и я пришел в Зеленую партию. Потом я стал руководителем, так как я руководитель по жизни. С 20 лет я президент своих собственных компаний. Значит, что сделала Зеленая партия? Зеленая партия и ее руководители сами же боролись со своей собственной проблемой. Вот страздупи-то есть такая, на югле речка. Они поставили дамбу и отрезали речку от озера, она высохла, все караси подохли. Что я сделал? Да, я пошел к Алексеенко в этот, значит, майоклы, он видит департамент. Да, значит, принес ему экспертизу, что эту речку высушили, и как бы против своих же товарищей, которые там уже годами сидели в Зеленой партии в Думе, да, значит, пошел против них. Получил разрешение на снос этой дамбы. Я ее снес. Вот сейчас, когда я начал уже создавать народное движение, просто народное, когда я увидел, что вот эти вот 700 родственников в одной партии, я утрирую, и друзей, да, они ничего не поменяют в этой стране, а будут просто прислуживать своим олигархическим интересам, да, а сейчас я что смотрю, опять эта дамба появилась, да, и всем наплевать, вот такой вот зеленый цвет, например, еще, да, то есть смысл такой, если мы на общественном уровне не объединимся, не объединим там критическую массу там в 50 тысяч человек, и каждому, каждому в нос не засунем вот этот вот телефон, да, другого пути нет. И там можно, конечно, там, мы вот, мы туда войдем, мы там этот, можно, конечно, пытаться, да, можно, конечно, пытаться, но я еще раз говорю, кардинально ничего не поменяется, потому что, условно говоря, вот вы там войдете в Реческую Думу, например, вот, ну, у вас даже, если вы войдете в Реческую Думу, у вас все равно появится, появится рядом еще 10, 10 крупничков таких, серьезных интересов, с которыми придется считаться, да, и коррупция останется на том же уровне. Ну, будет решена проблема одного, второго, третьего предпринимателя, да, ну, такая система так и действовала 30 лет, она решала проблемы тех, кто добрался до кормушки, а народные проблемы кто будет решать? Кто, кто сделает, как в Эстонии, бесплатный, бесплатный транспорт? А сегодня дотации 100 миллионов, какой бесплатный транспорт, кажется, да? Да, если б я руководил Рига Сатексме, я бы за год сделал его прибыльным предприятием, и было бы бесплатно. Почему? Менеджмента нет, потому что дебил, политик, когда идет управлять предприятием, это все кранты, потому что он мыслит только так, приходит к нему предприниматель и говорит, слушай, давай мы здесь купим что-то, вот тебе 50% назад. О, клево, а у меня зарплата полторы тысячи, давай, один раз можно, один раз не, понимаешь, да? Рига Сатексма абсолютно по всем показателям может быть бесплатным транспортом, потому что у них сколько они тратят на микроавтобусы лишний день, которые они сами могут использовать и сами ездят на этих микроавтобусах. И эталоны, которые, в сути, прошлый век, у каждого есть сейчас кредитная карта, можно оплачивать напрямую. Не надо никаких там посредников, которые гребут там посредине это самое деньги. И все эти проценты, уже сколько они в процентах потратили, они же заложили весь Рига Сатексму. Да, заложили, заложили и понятно, они не только заложили, они в такие глубокие во времена Ушакова, в такие глубокие долги влезли просто, что это просто, их еще понадобится даже при хорошем менеджменте годы, чтобы от этих долгов избавиться. Но я тебе скажу цифры. В Эстонии оборот предприятия Таллинн Сатексму, условно говоря, 60 миллионов. Зарплата там выше, средняя зарплата, там где-то полторы тысячи евро. Таллинн Сатексму уже давно перешла на газ и сейчас переходит на электромобили. Да, да, да. У литовцев тоже зарплаты выше средней зарплаты. А мы экспериментируем на каких-то водородных троллейбусах. Ну так ты посмотри, ты посмотри, кого туда выдвигают. Выдвигают в менеджмент политиков, они бизнесом никогда не занимались, они не знают, что такое приход, расход, что такое бюджет, они не знают, как управлять персоналом, что такое HR, Human Resource, менеджмент, они ничего не знают. Они просто политические ставленники туда, они поставлены, чтобы контролировать доходы от своих партий. Все. Ну так и есть. Ну это, конечно, плачевно просто. Особенно, что 10 лет назад, когда пришли к власти в Рижской думе, ну, конечно, это было немножко другое время. И особо они не поменялись в мышлении. Это уже еще стало хуже. Потому что если я помню, что тогда слухи ходили, когда еще близко не было Нила Ушакова в Рижской думе, слухи ходили, что надо вот десятину там кому отдавать. Потом появился Америкс, уже Мистер Твенти. Потом уже, когда уже, как бы, было понятно, что Согласие берет одна партия в весь банк, то уже вышли уже, что минимум 50% надо уже. То есть, ну вот. Вот в чем ты говоришь, о чем вообще речь. То есть, если бизнесмен, ладно, ему бог с ним с этими 10%, но если бизнесмен понимает, что ему надо уже почти половину бизнеса отдавать каким-то непонятным коррупционерам, которые вообще, ну, строят даже не то, что какой-то бизнес, а просто какой-то крадет государство, по сути, ну, как говорят. Все это не так. Все это не так. Я тебе говорю, надо выходить из этой парадигмы. Ты говори сейчас про систему. А я не хочу вообще говорить про систему. Я хочу говорить про народ. Да? И тогда этот миф сразу развеивается. То есть, мы не говорим про воров, которые должны... Ну, народ все тоже привык. Они к доктору ходили с цветами, с подарками. Нет, нет, нет. Не про это. Эта система их заставляет так делать, да? Если бы медицина была бесплатной по-настоящему, никто бы этот, а цветы и подарки, это цветы там и конфеты, это ерунда, мелочи. Просто не о том сейчас речь. Речь идет о том, что сегодня у народа зарплата 500 евро. Речь идет о том, что сегодня политики, это импотенты, которые невозможно... Их нужно просто привлечь по закону. Их нужно давно привлечь. Они должны давно иметь сроки по 15-20 лет. А некоторые должны... К некоторым должна быть статья... Расстрельная статья применена. Это уже давно. Просто сегодня мы не можем добраться до того, чтобы восторжествовала справедливость, и чтобы они, наконец, были наказаны. Они сегодня кормятся из бюджета и воруют еще до кучи из бюджета. Вот этому надо положить конец. И это может сделать только народ, который соберется вместе, потому что политики, они каждого политика замажут, и все равно ничего не решится. Вот мы собираемся 14 февраля, мы собираемся в 12.00, да, вот с днем влюбленных в эту систему мы их и поздравим. Соберемся, покажем, что вот мы мужики, мы это наша земля, и не хрен нам диктовать, какие цены у нас там должны быть. Мы вам будем диктовать. Вот мы скажем, евро будет. И будет евро. А не будет, пошел нафиг отсюда. Закрыл все свои заправки и пошел нафиг. Найдется. Свято место пусто не бывает. То же самое с наценками в супермаркетах. Не хотите низкие наценки? Не хотите? Все, пошли вон, придут лидлы, придут все остальные, да, и так далее. И кроме того, и кроме того, государственная политика должна быть. То есть, например, пришел сейчас вот этот вот Икея, вот эту фанерную мебель нам принес. Закрылись нормальные предприятия, которые из нормальной доски нашей, из нашего же леса производили мебель. А почему? Потому что должны были сначала поддержать наших, да, а помочь им выстроить правильную ценовую политику, чтобы в Икею они потом это и поставляли. А это значит, что Икею они производят из нашего леса, а не за три копейки. Безусловно. Наш лес покупают, там делают, и нам присылают это. Безусловно. Они не только, они еще бодяжат, они фанеру делают из этого. То есть, они еще бодяжат с клеем. Не то, что там из доски бы нам делали, да. Поэтому понятно, что мы сегодня в такой жуткой колонии, но это не значит, что мы ничего не можем изменить. Мы уже 14-го будем менять, да. И за этот год огромное количество событий произойдет, знаковых для нашего народа. И будем только требовать себе. Нам плевать, что, нам плевать, какие у вас там прибыли или убытки в Риге Сатекс. Мы подавай нам бесплатный транспорт и все. Нам плевать должно быть, как простому народу, что Латвэнерго выплачивает, может там компенсации выплачивать. Пусть тот, кто заварил кашу по ОИК, вот пусть он со своей зарплатой этот миллиард и платит этим олигархам, да. А надо просто взять и отдать акции Латвэнерго каждому жителю, чтобы дивиденды платили. Вот это должно быть нам начихать сегодня на их проблемы. На всех этих фамилий, все эти тоже политиков нам должно быть начихать. Мы должны требовать, выходить, требовать и добиваться. Ну, видишь, тут еще такой момент, то, что вот раскрыли вчера немножко такую внутреннюю ситуацию в Риге Сатекс. Там 4 тысячи простых рабочих, простых, ну, простых водителей. 4 тысячи, ну, основном, ну, 3 тысячи. Ну, может быть, тысяча, это там, бюрократов. 3 тысячи. Сейчас, получается, Рижская дума из-за политических всех дрянск не приняла бюджет и должна будет работать с одни, там, 12 и так далее. И, по сути, сейчас Рига Сатекс, мы не особо хотят это так афицировать, но, возможно, не будут хватать даже на зарплату водителям денег. То есть, не то, что там на какие-то эти... То есть, они даже, они могут сохранять льготы, чтобы пропиариться. Мы должны тогда, мы тогда должны... А на зарплаты будет ситуация забастовочная. Мы должны выйти на улицы и поддержать, как бы, мы поддержим вот объединение лидеров фронта народа, любого поддержи, кто выйдет на улицы, да? Мы должны посадить в тюрьму тех, кто вот эти негодяи, которые сейчас занимаются таким вот... Не только разворовыванием, но еще и угрожают увольнять, да? Задача государства заботиться о своем народе. Приняли на работу, там, дзельш-цельш. Что ж теперь, как это... Как хотят топить народ? Убытки, прибыль меньше. Плевать на прибыль. Ты, главное, сохрани рабочие места. Да? Нельзя. А политические люди, правильно, они же ни за что не отвечают, да? Поэтому одно из главных, что мы сейчас, как народ, должны требовать, требовать, пока не добьемся. И мы будем протестовать, пока не добьемся, вот увидишь. Мы два года раскачивались, теперь у нас уже силенок хватает, да? Будем требовать личной ответственности каждого чиновника. Личной ответственности криминальной каждого политика. И все они, поверь мне, или сбегут отсюда и будут в розыске в Интерполе, или будут сидеть в тюрьме на долгих сроках. И разморозим еще. Сейчас я уже вижу, что необходимо разморозить мораторий на смертную казнь. Да? В 96-м году последняя смертная казнь была приведена в исполнение. Сейчас для тех, кто создал ситуацию в Риге с Атексме, в Латвэнерго, для тех, кто создал на железной дороге, да? Они должны быть очень строго судимы. И вполне возможно, многие из них, особенно за глобальные политические решения, они должны быть судимы и приговорены к строжайшей мере наказания за то, что они сотворились с нашими жителями, с нашей страной. И только тогда мы наладим порядок. Только тогда начнется, когда будет ответственность, будет порядок. До этого не ждите. И поэтому необходимо выходить. 14-го мы будем около Министерства финансов. В 12.00 это все начнется. На часик вообще страшно. Сколько раз это писали. На самом деле, абсолютно. Мы писали даже, что за экономическое деяние должна быть смертная казнь. Но очень какой-то негатив был к этому. А я скажу так. Негативы все формируются в медиах. Медии все куплены. И нечего слушать эти негативы. Посмотри, сейчас сделай опрос. 70% будет за расстрел вот этих коррупционеров. 70% скажет сразу да. Давайте референдум завтра сделаем и проверим. Да? Расстрелять Годманиса за уничтожение сахарной индустрии. Давайте референдум завтра сделаем. Кто? Кто? Не пойдут голосовать, что ли? Пойдут голосовать. Да? Нечего. Нечего. Должны отвечать за то, что разрушили нашу страну. Все. И не только должны, они будут отвечать. А какие вот интересные люди, что пишут вообще в целом в интернете и так далее? Какие идут письма основного? Не знаю, не только поддержки и так далее, но какие-то письма о помощи, еще о каких-то вещах. Сейчас массово люди жалуются на действия в Алсине УДНС, ПВД, массово жалуются на абсолютную бесправность. Да, то есть судебная система и полиция работают из рук, вон плохо. Сегодня человека грабят, человек приходит с заявлением, говорит, у меня украли утюг, кастрюлю и одеяло. Они говорят, принесите нам чеки на все это. Он говорит, ну как, ну у меня уже нет чеков, ну давай мы заводить уголовное дело не будем. И надо идти в прокуратуру и через прокуратуру, а никто не знает, 98% просто, просто преступлений даже не доходит до судебных разбирательств. Не то, что там кого-то искать будут. Ну, значит, надо писать в прокуратуру, обжаловать решение полиции. Да, именно так. А не умеет никто этого делать, да? То есть человек кажется, вот меня защитят. Не защитят. Да, поэтому, да, если какие-то проблемы, пишите нам в социальных сетях. Отправим туда, дадим вам юриста, доведем это дело до конца. За себя надо бороться. Да, я сам этот, зная, что в жизни, где я за себя не боролся, там ничего не получилось. Да, там где боролся, там начинается ажиотаж и начинаются какие-то решения. Поэтому, да, сначала так думаешь, ну вот засветится, ну вот теперь уже, видите, я засвечен. Да, и придется бороться до конца. Вот вопрос еще. Вот твое отношение, просто сейчас все уже, кому не лень, высказываются по делу Миссана и по делу вот этой гражданки Латвии, которую хотят отправить в Южную Африку, вот, за какое-то такое, ну, как бы очень такое непонятное нарушение. Вот, вот, твой взгляд на это все. Ты знаешь, я сейчас как раз вот переходил дорогу от памяти свободы и Борденс испугался, увидев меня, да, перебежал дорогу вместе с Юрышем. Да, я скажу так. Мы государство, и государство должно защищать своих жителей. При любом раскладе. Должно сначала вернуть на свою территорию, а потом уже разбираться, права она, не права, что случилось, как случилось, и так далее. Это первое. Во второе, первое, защищать любого гражданина. Обязано наше государство. Второе, она женщина, вдвойне обязана защищать своих женщин. Да, у нее двое детей, заботится о демографии, втройне должно защищать, оно должно приложить все усилия. Все чиновники виноваты, все. Борденс виноват, делает политическую свою узнаваемость, поднимает рейтинги, ни хрена не сделал. Ренкевич негодяй, он виноват абсолютно, он должен был ее защитить, он ничего не сделал. А, значит... Я тебе помогу, Ильич. Есть еще нюанс, что вот она находилась на территории Латвии полгода, она уже была в розыске, но латвийские прохоронительные органы ее даже не искали. То есть она тут находилась, ходила в магазин, ходила все госинстанции, всюду-всюду. Покинула латвийскую территорию, и там уже в Дании ее задержали. А наши, только вот когда уже поздно было. Во-первых, еще раз говорю, помните анекдот был, да, когда сантехника задержали за выкрики, вся система прогнила, всю систему надо менять. Да, сегодня вся вот эта посткоммунистическая система прогнила, ее всю надо менять, это понятно. Вопрос, наверное, не в той плоскости. Да, сегодня Южная Африка заявила ее в розыск, она числилась. Да, здесь у нас Интерпол как бы не очень активно работает, соответственно, соответственно, а в системе было наплевать. Ну, когда надо работать, когда надо не работать. Да, 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 безусловно, конечно, по-нормальному, у нас чиновники наши должны были посмотреть, что она в розыске, вызвать ее, и хотя бы с ней поговорить, сказать, дорогая, ты в розыске, если ты поедешь за рубеж, тебя там арестуют. Ты это знаешь? Не знаешь? Ну, жаль, что не знаешь. Второе, где твои дети? Здесь? Хорошо. Вот у тебя их хотят забрать. И так далее. То есть, мы, это государство, мы сегодня должны себя защищать. И сегодня должен быть человек, который каждого жителя нашей страны защищает. Если это по линии Интерпола, то по линии Интерпола. Если это по линии каких-то других инстанций, то по линии других инстанций. Мы сегодня, ПВД, должно заботиться о наших производителей, а не гадить на их территории. Сегодня Вал Синемуденность должен консультировать и не трогать маленьких предпринимателей, потому что они сами себя кормят. Это радость, если они что-то еще платят. А эти негодяи закрывают микропредприятия. Рейерс абсолютно, абсолютно вот, это, я считаю, это не политик, это просто жестокий тиран, который тиранит все наше государство. Поэтому я с радостью приду 14 февраля. Я покажу пример больших, где вид так серьезно поучаствовал, где только был долг перед видом. Это всеми известный Динтерс. И всеми, может быть, меньше известный, но не менее серьезный предприятие в Риге Краснеллэем. Наган и Будамбис, которые производили для BMW, для Mercedes специальные цветные сплавы. И только благодаря вот этой структуре закрыто вот это два, ну, то, что недавно. Я не говорю уже, что было там еще. Но то, что недавно, вот и там, и там. Все, теперь ты видишь, что эта система не представляет интересы местных жителей, правильно? Эта система не представляет интересы вообще никаких жителей. Если она не представляет наши интересы, то к черту говорить о политике, к черту говорить о них. Надо просто сегодня объединить весь народ к изменениям. Иначе они нас по одному уничтожат, как они это делают. Они уничтожают по одному. И вот проблема предпринимателей, они привыкли по инерции 30 лет, вот жили они. А сейчас их по одному. Банки по одному закрывают. Компании, производство по одному закрывают, да? Но те, кто обратятся в Таутос Варосфронты, будут защищаться тысячами людей. И вот давайте точку отсчета начнем с того, что уже сейчас ячейка какая-то создана общественная. Давайте на эту ячейку. Страшно вам вас могут обидеть? Идите к нам. Давайте мы пойдем к ним и будем каждого этого чиновника. И пусть они не прикроются законами. Потому что законы для народа, а не народ для законов. И не прикроются нормативными актами, у них не получится. Вот Рошкалны, которые кафе закрыли, был там, этот, Атыстыба Пар, по-моему, там себе политические рейтинги на ней делала. Да, в результате, чем я закрою? Все равно закрыли. Да, все равно ничего не сделали. А вот если бы Кристина добивалась бы, шла и добивалась, в конце концов, она бы проломила брешь, государство вернуло бы ей все права и ее кафе. То есть надо просто идти до конца. Ну, мы расколоты, мы разделены, нас разделили. Потому что я думаю, ну, там есть определенная в этом логике. Потому что, вот, допустим, сейчас вот идет, вот, там, давайте, там, бойкотирует, там, вот этот, циркл кейк, там, этот самый, циркл кейк, да, и так далее, и так далее. Ну, ты был еще стартуал. Вот, ну, давайте там еще что-то такое. На самом деле, как бы, всем известно, чьи эти предприятия, какого государства, даже какого, как еще не, государственные. И, в принципе, ну, там может возникнуть, и, наверное, и возникает ситуация, когда те же шведы просто говорят, а вот наших обижают. Наших обижают в Прибалтике. То есть кто-то там что-то поднимает. Вот, и давай, значит, там, там, высказал ты что-то про Светбанк, тебе закрыли Светбанк, там, может, потому что ты до того что-то там высказывал про Статойл, может, там, еще что-то такое. Сейчас Латвия проиграла еще вот эти какие-то суды, там, по рыболовству, крабовые какие-то дела, там, Скандинавии. То есть скандинавы все равно себя защищают, и они, может быть, у них, конечно, есть какое-то определенное объединение, есть у них, конечно, есть объединение тех предпринимателей, которые находятся на территории Латвии, и я думаю, что они друг другу как-то, ну, как-то они помогают друг другу. Ну, ты понимаешь, ты ушел сейчас опять, это моя земля, это моя земля, понимаешь, я здесь родился, это моя собственная земля, все остальные сюда пришельцы. Это надо понимать. Они пришельцы, то, что они там говорят и так далее, это их проблемы. Мне вообще неинтересно, как они себя тут собираются защищать. Мне интересно, как я себя здесь собираюсь защищать. Да? Сегодня, вот, ты знаешь сегодня, Эну Дена. Ну, это ты говоришь, моя земля. А я общался с шведскими политиками, вот, и они говорят, что они общались с бизнесменами. Кстати, немцы тоже самое говорят. Они говорят, что это наши колонии. Что шведы говорят так, что немцы, что некоторые русские говорят, что это наши колонии. Так вот, если они считают это нашими колониями, да, то я так не считаю. Я считаю, что тогда мы должны освободить свою землю от колонии, от колониального мышления, да. Но, на самом деле, это фантазии. Это их просто фантазии, да. Колонии закончились. Мы сегодня суверенное государство. Они просто пользуются дырами в законе. И все. И лоббированием через голожопых энтузиастов, которые вот там вот в правительство забрались, они ничего не умеют больше делать. Они плохо зарабатывают. Они никакой добавленной стоимости не создают вообще. Они просто кормятся с наших заплаченных налогов, они кормятся из бюджета и ничего не делают. А параллельно они выступают незаконными лоббистами, формируя коррупцию 5,5 миллиардов. Поэтому, я не знаю по поводу там Светбанка, ну закрыл он мне этот счет, но открыл я в другом банке счет. И что дальше? Что дальше? Они что-нибудь добились от этого? Я все равно буду выступать против детской ранней сексуализации. Все равно буду выступать против... Меня это не касается. Они меня вообще никак не могут достать. Я на своей земле. Я на своей земле. У меня здесь друзей, а десятки тысяч человек. Да, что они мне могут сделать? Да, они обосрутся. Извини так за грубость, но это ничего не могут сделать. Вот такое мышление должно быть у всех. Хватит уже этого. Хватит вот этого издевательства над нами. Все, не будет больше этого. Мы построим сильное здесь свое собственное государство, так как мы это видим. Да, но не так, как видят они. Да, до этого строили через вот этих людей, которые сидят сейчас в политике, в правительствах. И на маскарад нас зовут. И меня знаешь, что удивляет больше всего? Люди говорят... Люди говорят, вот ничего в этой стране не поменять-то. Мы вот в колониальной стране живем и так далее. А на выборы зачем идете-то? То есть, если вы ничего поменять не можете, чего вас тянет-то на выборы? То есть, типа, в лотерейце... Иди купи лотерейный билет. Это шансов большим поменять что-то. Да, тогда, если ты ничего не можешь поменять, на выборы не ходи. Если ты не идешь на протестные акции, на выборы не иди. А на выборы ты идешь, дорогой мой, потому что за родственника голосуешь. Потому что не понимаешь, какой... Как говорят, если ты... Если ты не борешься, ты пассивно поддерживаешь. Да, то есть, ты соучастник получаешься. То есть, условно говоря, те, кто сейчас, на мой взгляд, идут на выборы, они соучастники вот этого преступления глобального против нашей нации. Все. И так и будет разделяться сегодня. Те, кто не идет, против тех, кто идет. Те, кто не идет, пойдут на протесты. А те, кто идет и пытается что-то таким образом поменять, они будут в других окопах сидеть. Потому что мы прекрасно знаем, что... Ну, ты же шел, ты же за них проголосовал. Ты же отдал свой голос за эту систему. Не важно, эта система красной, зеленой или голубыми прикрылась. Ты же за них проголосовал. Все. Значит, ты голосовал против нас. Потому что ничего не поменялось ведь. А если бы ты пошел на протест, да, ты там стоял один. Вот сейчас священник прославился. Пошел на защиту Кристины Миссиной. В одиночку стоял там. Вот прославился. Видите, да, он национальный герой. Он на самом деле национальный герой. Он на самом деле в одиночку защищал женщину. То есть, он государство был. Он государством был в этот момент. Он пришел один. Он пришел один просто. К датскому посольству. С плакатом. Я против. Да. Кстати, сейчас пошла волна. Вот у нас сахарную индустрию. Под кого Готмарис отдал? Под данский цукор. Да. Мне даже рассказывали, что он... Ну, как говорили, сейчас владелец прилетит. Там, когда плантации в Дании. Наши ребята работали. Прилетает на вертолете. Прилетает или смотрит, как Готмарис. Вот мне даже такую историю. Я не знаю, она выдумана или нет. Но такую историю мне рассказывали. Понимаете? То есть, вот эти вот бывшие чинуши из Советского Союза, которые должны были запретить близко подходить к институту власти. А сегодня олигархи. Так вот, сегодня пошла волна бойкота датских продуктов. А мы тоже им этим отвечаем. Мы сколько сахара датского кушаем в год? На 200 миллионов евро? А давайте-ка сократим потребление на 100 миллионов. Посмотрим, как им это понравится. Да, так что у нас есть инструменты влияния на них. И это не политический инструмент. Должны быть общественные инструменты. И мы должны, наконец, понять, что мы должны друг друга защищать. Не только своего брата и сестру, а остальное дальше меня не интересует. Нет, мы как мужчины ответственны за каждую женщину в нашей стране. Все. И Кристина Мисловна не исключение. А как кажется, вот, ну, началось вот это бурно, ну, с одной стороны, очень бурно, что разгон парламента и так далее. И как-то сейчас все это утихло. Не будет какой-то, ну, не знаю, какой-то все-таки кризиса в государстве или в правительстве, или, не знаю, в парламенте, или у народа, что все-таки люди соберут за этот год вот эти подписи и подадут. Вот, смотри, вот сейчас у нас в нашей студии освещение, да, и все ярко освещено. Я сейчас включу маленький фонарик. Вот маленький фонарик, это как раз и есть фронт народной власти, вот эти 3-4 тысяч человек, которые сказали, или там 40 даже тысяч человек, да, которые сказали, надо, надо этих мерзавцев, которых мы не выбирали, упразднить, убрать и запретить им вообще участвовать в политике. Они не только участвуют, они еще и новые партии открывают, да, а мы, мы излучаем очень мало информации. А что система? А система сразу через всех своих, через свою вот эту всю мафию, вот эти 300 тысяч человек, вот эта вся мафия, они сказали, нам не выгодно, мы не будем, это дорого, придумали им НАСА аргументов, дорого, не нужно. А на самом деле, просто все эти партии боятся, что на выборы придет меньше 50% народа на следующий. И это покажет, что народ этой системе больше не доверяет. А на международном уровне, такие страны, которые уже национальные страны, которые сильно заботятся, они сразу скажут, ребят, смотрите, а Влад, ведь что-то не так. А давайте мы им кредитов не дадим, международный фонд, валютный фонд скажет, да. И все, и тогда они не справляться будут уже, сейчас они справляются за счет чего? Они потребляют чужие деньги кредитные в государстве и делают вид, что они справляются с ситуацией. Забери у них кредитные деньги. Вот ВИД закрывает предприятия, которые убыточные, у которых проблемы с налогом. А почему ВИД не закрывает вот эту убыточность свою на государственном уровне? А обязан закрыть, понимаете, мы сегодня 2-3 миллиарда кредитов в год потребляем, чтобы экономика держалась на плаву. При этом, так как есть эти 3 миллиарда, можно вообще полностью дно себе корабля отрезать, и все равно мы будем плыть на этих кредитах. Но это же никакой не корабль. Ну да, но можно сказать, как в Исландии, там, берите и списывайте. По всему, у нас нечем отдавать все, как бы списывается у нас долги. Нет, я не знаю, так не бывает. Так не бывает. Тогда у нас сегодня есть, вот сегодня мы с вами разговариваем, работает Латвэнерго, это твое предприятие. Работает Латвец Мэжи, твое предприятие. Потому что нет такого государственного. Государство принадлежит народу. Это народное предприятие. Оно работает на всех, как бы, но оно числится за никем. Хотя я за то, чтобы оно числилось за каждым гражданином. Чтобы, потому что, что делает Международный валютный фонд? Не сможем отдать, он скажет, отдайте свои предприятия. Закройте свои больницы, закройте свои школы. Им плевать на это. Им нужны только деньги. Им больше ничего не нужно. Потому что, знаете, сколько в Латвии стоит вся наша земля по рыночной стоимости? 500 миллиардов. Это они завтра могут напечатать, привезти нам, отдать, сказать, эй, аборигены, идите отсюда вон. Ну, ты не продашь, я не продам, да? Но, как факт, 500 миллиардов всего лишь. Да? А предприятие у нас на какую сумму? Ну, Латв Энерго стоит где-то, где-то около пяти оценочной. Я бы оценил в 50. Они занижают эту оценочную. Потому что есть разные оценочные стоимости. По балансовой стоимости. А есть еще, есть еще стоимость замещения. Так вот, ты никогда не построишь за пять миллиардов, там, пять гидроэлектростанций, которые принадлежат в Латвии. Никогда в жизни не построишь. Да? А за 50 может быть. И то, если еще вообще народ захочет строить гидроэлектростанции сегодня, да? То есть, они просто, они просто сейчас делают все. Они нам кредит давали для того, чтобы бесплатно забрать у нас эти предприятия. У тебя и у меня. Поэтому мы сегодня здесь и сидим. Мы боремся за будущее наших детей в будущем. Они будут здесь жить, и они будут жить в Дании, на плантациях сахарных работать. Да? А к ним будет приезжать какой-нибудь там годманист и будет навещать их, смотреть, как они там работают. Да? То есть, сегодня фактически формально мы вернулись не просто в какую-то колониальную, да, республику, мы еще вернулись в какую-то, ну вот, как рабы. Хотя мы физически, мы вроде бы, а почему? Потому что, потому что мы вместо того, чтобы наказать эту систему и выйти на протест, в любом случае просто наказывать, да, мы не выходим. Мы, мы говорим, о, этот, нет, не мы, это они не выходят. Они усыпляют нашу бдительность. Они просто усыпляют нашу бдительность, а из, и в этот момент они могут воровать. Как только вы выйдете на протесты, как только вы будете регулярно тратить свое время, ну да, ну год вы потратите свои жизни, два, я потратил уже, уже пять своей жизни, да, для того, чтобы вот сегодня, сегодня об этом говорить, я пять лет к этому шел. Да, но сегодня я понимаю, что, по крайней мере, я не бестолково живу. По крайней мере, я понимаю, что через пятьдесят лет, возможно, мы будем жить в очень хорошей собственной стране, и наши дети будут руководить крупными предприятиями, получать огромные зарплаты, а иностранцы будут, будут работать на нас и на нашу нацию, потому что мы умная нация, да. А если, а если дураки, если не хотим выходить, ну хорошо, окей, значит, соберем только умных, да, а все остальные, этот, как бы, пойдут вслед за нами. Но в любом случае, сегодня у нас только один шанс, это выйти, это заставить их нас бояться и поменять все, что нам необходимо поменять. Ну да, ну вот нас слушали многие пенсионеры, и они подумают, ну что мы там пойдем, что молодежь уехала, пусть они выходят, а их нету. То есть их, ну, молодежь, что вот, кто, кто мог бы активно выйти, и те, которые, допустим, если мы смотрим там в Париже и так далее, то там основно молодые выходят. А кто у нас, пенсионеры выходят? Ну, у нас есть некоторые, кто там выходят, ну то есть это показывает такой немножко факт уже, когда выходят за русские школы, а пенсионеры выступают. Ну, 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 можем мы быть за русские школы, но если тут, тут вот это движение становится, что сам активно у нас старшее поколение, а вот среднее поколение уехало, младшее еще как бы не выросло, ну вот кризис такой. Не думаю, я думаю чуть по-другому. Я думаю, что просто нет привычки. У нас сегодня сотни, сотни тысяч молодежи есть, которые способны выйти, но у нас нет понятия в головах государственности. У нас нет понятия, что это моя, это моя земля, все, все, точка. Потому что все время муссировалось, что мы типа можем жить где хотим, что это все общая земля, что можем уехать куда хотим, что нас могут поддержать все остальные. Крест-2 мы можем поддержать себя сами, это земля, моя собственная земля. Вот этого мышления нет, поэтому не выходят. А у старушек, да, их поднимают под лозунгами, давайте внукам поможем и так далее, они идут. Да, но безусловно нам нужно каждый день сейчас, как губки набираться вот этого протестного мышления. Надо думать, власть это я, это моя земля, только я могу это защитить, я могу это сделать, больше никто, никто кроме меня. Еще раз повторить тогда, 14-го числа, пусть пора заканчивать. 14-го февраля в 12.00 мы будем около Министерства финансов, да, это на Кальтио-1, около Домской площади, и выскажем свое отношение к сегодняшней позиции системы по отношению к топливу. Да, потребуем демиссии Рейерса, у нас уже письмо подготовлено на демиссию, это общественное движение, никакие политические партии никогда не будут участвовать в организации наших протестных мероприятий, поскольку они себя дискредитировали, я бы им рекомендовал просто ликвидироваться. 14-го числа, 14-го февраля, день влюбленных, в 12.00, на час мы соберемся около Министерства финансов. Министерства финансов, я говорил, я по привычке уже. Министерство финансов, это в Старой Риге. Квет министров, это за... Министерство финансов. Спасибо большое Валентине Еремеевне, нам пора заканчивать. Спасибо, Янису Кусину. И до свидания. Спасибо всем, пока. Ну, ну вот.